Большое спасибо. И хотел бы показать вот такую картинку в правом верхнем углу моего слайда. Это иероглиф, египетский иероглиф, который я сам сфотографировал в храме Птолемея. И фактически это иероглиф, это слово, которое означает роды, delivery или роды. Вы видите здесь ребенок с двумя руками и над ним женщина. И фактически это беременная женщина, которая рожает этого ребенка. Это предложение целое, которое на египетском говорит. Слайд разрешения беременной женщины. Это самый первый слайд, который говорит, что на самом деле сохранение фертильности – это не только сохранение яичников, но и сохранение матки. И также сохранение вообще, в принципе, возможности для женщины забеременеть. Поэтому конечная цель этой хирургии – это не только устранить онкологию и восстановить авариальную функцию, но также это сохранить матку для того, чтобы женщина в последующем могла забеременеть. Фактически у нас большое количество опухолей, которые мы должны с вами обсудить. Но я постараюсь очень кратко рассказать вам о большинстве из них, потому что мы можем говорить два дня подряд, рассказывая о разных темах. А у меня всего лишь 20 минут, чтобы рассказать вам о разных опухолях. Я буду рассказывать и начну с самой такой распространенной в Европе. Это такая сложная, комплексная ситуация. Это эпителиальный, авариальный рак у пациентов в Европе. Это, в общем-то, такие отдельные случаи, когда у нас есть первая стадия. У нас нет здесь показаний к органосохраняющей или функции, сохраняющей хирургии. Это прежде всего, если у нас есть метастазовые узлы особенно. Но это означает, что даже в этом случае, если у нас есть определенные подтипы, если мы можем сохранить репродуктивную функцию, тем не менее, молодые женщины для стадии первой, для первой стадии, именно стадирование будет очень важным, потому что нам очень четкую информацию нужно получить по поводу перитриняльного инвазии, прорастание цервикального статуса, потому что если у нас пациентка с подобным раком, если это первая стадия, то у нас может быть даже не хирургическая стратегия. Поэтому мы можем, конечно же, сохранить матку для последующей репродуктивной функции, и мы должны очень четко спланировать процедуры по стадированию, и, конечно же, перитриняльную или хирургическую стадию, перитриняльную цитологию нужно сделать. Вот, посмотрите, у нас все данные здесь, которые показывают результаты подобной хирургии, хирургии, которая является хирургией для сохранения функции. Я не буду здесь комментировать все, но вы видите здесь количество публикаций, и в последней строке с желтым цветом вы видите онкологические результаты. Это количество рецидивов в зависимости от стадии заболевания у пациентов со стадией 1А. Вы видите здесь только стадию 1А. На следующем слайде вы увидите 1С. У пациентов с 1А, вы видите, степень первая, да? Здесь у нас количество рецидивов приблизительно 6% и 5 летальных исходов. Это означает, что у пациентов со стадией 1А, уровень 1 или стадия 1, мы можем использовать подобную хирургию с сохранением репродуктивной функции. И если вы посмотрите на следующую колонку, это вторая стадия 1А, вы видите, результаты у нас схожи, и все команды мира показывают одинаковые результаты, валидируя вот эту хирургию сохранения репродуктивной функции, при условии, что у нас адекватно стадированы были пациентки. Но последняя колонка как раз показывает отличные результаты. Вы здесь видите результаты, которые мы можем наблюдать у пациентов с третьей степенью 1А. Здесь уровень рецидивов у нас уже 42% с 8 летальными исходами. У нас действительно очень серьезное обсуждение сегодня среди коллег ведется, чтобы выяснить, вот эти результаты, они у нас из-за чего происходят? Это из-за того, что сохраняются яичники или нет? Это означает, что многие из моих коллег продолжают продвигать подобного типа лечения, даже среди пациенток с третьей стадией, потому что им кажется, что это именно вот этот уровень рекуррентности или количество рецидивов связано с некими другими процессами, например, процессами в яичниках. И во многих центрах во Франции, фактически во всех, мы считаем, что третья степень является противопоказанием для использования хирургических подходов к сохранению фертильной функции. У пациентов со стадии 1С мы прекрасно знаем, что в новой системе стадирования стадия 1С сегодня изменилась, и мы знаем три разных класса стадии 1С. Это 1С1, это группа пациентов, где была переоперационная разрыва, и 1С3, это с положительной цитологией пациентки. Но здесь я соединил старую классификацию с 1С только, и также с новыми подходами, где у нас уже есть расширенные уровни 1, 2, 3. Вы видите, что здесь у нас рецидивы приблизительно 9%, очень похожая ситуация с тем, что мы видим в радикальной хирургии. Это означает, что если у нас стадия 1С1, то мы можем четко сказать, что мы можем использовать хирургические подходы с сохранением фертильной функции в этой группе пациентов, но не в случае, опять-таки, с 1С3. Это означает, что во Франции мы убеждены, что если у пациентки 1С1 или 2, то нет противопоказаний для сохранения функции матки яичников в этой группе пациентов, но не в 1С3. Что мы можем предложить в качестве других опций, других возможностей для пациентов, у которых 1С3? Есть хорошая статья, которая была опубликована 6 или 7 лет назад. Это база данных СИР, североамериканская база данных в разные здесь Штаты, Соединенных Штатов. И вот в этой базе данных большое количество пациентов, приблизительно 20% пациентов Соединенных Штатов все включены в эту базу данных. И здесь достаточно большая база данных. Вы не видите по этой базе данных, что у нас здесь есть какая-то разница по выживаемости пациентов, независимо от сохранения или устранения яичников. Это означает, что если есть противопоказания для сохранения яичников с 1С3 или 1А3, мы можем, например, сохранить один яичник и матку. В отдельных случаях для нас это противопоказание к сохранению яичников, потому что мы думаем о повышенных рисках рецидива. Поэтому мы можем сохранить матку. И в этих случаях мы убираем оба яичника, если мы думаем, что это 1С3, предположим. Затем клиническая оценка и УЗИ. Если это эпителиальный рак яичников, то мы тогда убираем яичники, не сохраняем их для нас. Мы действительно полагаем, что если возникает, если подобный, после подобный, мы можем использовать, на самом деле, репродуктивные технологии ЭКО и стимуляция для пациенток, гомональная стимуляция для подобных пациенток возможна. Но на самом деле это предложение отличается, если это пограничная, а в реальную опухоль. Это, как вы прекрасно знаете, выживаемость с подобными эпохолями великолепна. И это означает, что сегодня мы можем четко сказать, что стандарт ведения пациенток с первой стадией с пограничными в реальными опухолями у пациенток моложе 40 лет, это прежде всего консервативное лечение в 10-30%. Это означает, что можем сохранить как яичники, так и матку. Если у нас билатеральное поражение обоих яичников, то мы можем, по крайней мере, сирозную ткань сохранить в 30%. Это означает, что мы можем здоровую часть яичников также часто сохранить и матку. Есть определенные противопоказания для этой хирургии, потому что люди говорят, что мы повышаем уровень рецидивов по сравнению с радикальными подходами. Но уровень рецидивов у нас 0,5%. Когда мы используем органосохраняющую, то мы повышаем уровень рецидивов до 30%, почти что 10-30%. В зависимости от того, что мы используем, это унитиларин, феррактомия или сатоктомия. Мы с моим коллегой в Париже работали достаточно много, и недавно мы опубликовали статью, которая показывает общий обзор литературы по подобным хирургическим вмешательствам и онкологические исходы с точки зрения фертильности. Мы провели подобный анализ, и мы можем вам продемонстрировать, что количество рецидивов приблизительно 13% после подобного лечения. И большое количество всех этих рецидивов это хорошие, так скажем, рецидивы, означающие рецидивы с хорошим прогнозом. Поэтому даже если у нас количество рецидивов несколько выше, нежели чем в радикальном подходе, эти новые опухоли, они являются пограничными опухолями, не влияющими на выживаемость. Это означает, что мы можем валидировать этот, так скажем, более повышенный риск рецидивов, потому что это рецидивы с хорошим прогнозом. Итак, когда вы смотрите на литературные источники по пограничным злокачественным опухолям, мы должны не смотреть прежде всего на количество рецидивов, мы должны прежде всего посмотреть на небольшую долю пациентов, которые умрут от заболевания. Это правда очень небольшое количество пациентов, но, тем не менее, такие пациентки есть. И мы знаем, что лечение бесплодия, то есть они получают фертильность, но они умрут в приблизительно 0,5%. И здесь как раз на этот 0,1% мы повышаем количество, мы повышаем плохие исходы по сравнению с консервативной радикальной хирургией. У нас будет инвазивная рекуррентность, и пациентки умрут, скорее всего, от опухоли. Когда у нас односторонние опухоли, что нам надо делать? Цестоктомию или офероктомию? Это зависит от двух критериев. Первый критерий – это размер опухоли, объем и также возможность распознавания этой опухоли при помощи замороженных срезов. Получить эти замороженные срезы нужно интероперационно. И затем это технические аспекты, которые дают нам возможность провести цестоктомию или офероктомию одностороннюю. И на самом деле вы можете, если у вас большая опухоль, больше 20 сантиметров, в большинстве случаев это будет означать, что односторонняя офероктомия совершенно не нужно предпочесть цестоктомии. Более того, не так давно мы опубликовали в журнале «Анализ онкологии» статью, которая демонстрирует, что количество инвазивных рецидивов при первой стадии гораздо выше по сравнению с цестоктомией. Это означает, что наша рекомендация – это не предлагать одностороннюю в афрактомию, когда вы можете безопасно предложить только цестоктомию с стадированием хирургическим. В случае билатеральных опухолей ситуация разница, потому что это, как правило, муцинозные опухоли, и очень часто они также бывают циррозными. Как правило, 20% циррозных опухолей как раз будут билатеральными очень часто. Это будет означать, что самое важное, как хирургический онколог, самое важное для вас – это узнать, есть ли цестоктомия, вы хотите билатеральную, или это сальповыгтомия. И, к сожалению, к счастью, извините, у нас есть результаты исследований итальянской группы. Это единственное рандомизированное исследование в этой области для пограничных опухолей. Это исследование сравнивает две группы пациентов. Первую группу пролечили, у нее была односторонняя сальпогранавтомия и односторонняя сальпогранавтомия. И вторая группа – это двухсторонняя сальпогранавтомия. И вы видите, в средней колонке, здесь в экспериментальной группе с экспериментальным подходом хирургическим, вы видите данные и сравнивать можете с контрольной группой. Там, где у нас была билатеральная сальпогранавтомия, количество рецидивов не отличается от группы экспериментальной хирургии. И время до первого рецидива короче в группе, где у нас была билатеральная двусторонняя сальпогранавтомия. Но, с другой стороны, количество беременностей гораздо выше в экспериментальной группе, там, где была билатеральная сальпогранавтомия по сравнению с односторонней флокстомией. Это означает, что в подгруппе пациентов с ирозными опухолями, если вы можете сохранить здоровую часть обоих яичников, вы должны предпочесть именно эту технику по сравнению с устроением, полным устранением одного яичника и сохранением второго. Потому что, с точки зрения улучшения спонтанных беременностей, у нас есть четкая разница, которую мы можем наблюдать между двумя этими группами. второй шаг, следующий шаг, это сфокусироваться на фертильности, на результатах фертильности у пациенток с пограничными опухолями. Давайте посмотрим на этот слайд. Вы видите, что спонтанные беременности, количество спонтанных беременностей для всех серий публикаций приблизительно составляет 55% с тенденцией, это 20% серозных и 30% в муцинозных опухолях. То есть, это достаточно логическая разница, потому что в случае серозных опухолей у нас гораздо выше билатеральное вовлечение, в то время как в случае муцинозных опухолей большинство пациенток у нее односторонние опухоли и нет экстраавариального прорастания, так скажем, в большинстве случаев. И это означает, что в литературных источниках, если вы посмотрите на гистологические ипотипы этого заболевания, то вы увидите более высокий уровень спонтанных беременностей у пациенток с муцинозными опухолями по сравнению с муцинозными. Что это для нас обозначает? Это означает, что если вы посмотрите на страны, которые опубликовали свои результаты, у вас будет более высокий уровень спонтанных беременностей там, где у нас выше муцинозные по сравнению с французских, например, северноамериканские, где у нас более высокие с серьезными опухолями по сравнению с муцинозными в азиатской популяции, которые менее, так скажем, часто возникают в Северной Америке и в Европе по сравнению с азией. И вот если мы с вами посмотрим на бесплодие после подобного лечения при пограничных опухолях, вот посмотрите, количество ЭКО после органо-сохраняющих вот таких операций, самая большая серия была опубликована французскими исследователями, это журнал бесплодие и стерильность, у нас 30 случаев было ЭКО среди пациенток с пограничными опухолями, и фертильность у этих пациенток гораздо выше по сравнению с теми пациентками. Видите, количество ЭКО в общем-то сопоставимо. Это означает, что в подгруппе пациенток со стадии 1А без экстра авариальной или перитениальной прорастания вы можете использовать ЭКО, если пациентка остается нефертильной, бесплодной после органосохраняющей хирургии. Давайте мы теперь с вами перейдем к следующим типу опухолей, это цервикальные болезни, цервикальные опухоли. Я покажу вам некоторые хирургические подходы, потому что Елена потом будет говорить о радикальном подходе, и я не буду на самом деле говорить о разных процедурах, потому что у нас будут больше подробностей в следующих докладах. Итак, что мы можем сейчас предложить? Мы можем предложить сохранение фертильности у пациентов с цервикальным раком. Если у нас очень маленький опухоль меньше 2 см, то стандарт у нас это вагинальная или трансвагинальная почему мы используем вагинальный доступ? Потому что эта хирургия была изначально Даниэлем Даржаном разработана по-французски хирург очень известный, который изначально создал 30 лет назад этот хирургический доступ, и во Франции большинство команд хирургических используют радикальную хирургию трансвагинальным доступом. Сегодня, безусловно, есть место менее радикальной хирургии. это означает без диссекции простой радикальной трахелоктомии без иссякания лимфоузлов. Если у нас опухоль больше 4 см, у нас тоже два подхода. Первый это радикальная трахелоктомия, я не буду об этом говорить, и вторая это химиоконизация. Это означает 3-4 цикла неводевантной терапии. После этого консервативный подход у тех пациентков, у которых вы уверены, что будет прорастание в узлы, потому что вовлечение лимфоузлов безусловно не оставляет нам места для органосохраняющей хирургии с сохранением фертильности. Итак, последний случай, это как раз случай с большими опухолями. Мы не используем на данный момент это, но некоторые мои коллеги опубликовали химиоконизацию даже в том случае, если это 1B2 стадия с большими очень опухолями. Вы прекрасно знаете, вот эта процедура радикальной трахелоктомии, вы видите, что это очень похоже на радикальную гистероктомию, гистероктомию вот это у нас тело матки и вот это как раз там, где мы удаляем шейку, видите, у нас каким образом трансвагинально мы это делаем. Первый тип это, во-первых, убрать также лимфоузлы для того, чтобы убедиться в том, что у нас нет никакого прорастания, туда нет оставленных узлов. мы используем замороженные срезы для того, чтобы определить положительные или отрицательные узлы и определить радикальность терапии и в химио-лучевую терапию можем отправить пациентов после этого. Трансвагинальный доступ означает, что мы можем резонцировать достаточно большую часть параметрии и вы видите, что даже если у нас здесь есть ограничения, по сравнению с лапаротомическим доступом, при помощи лапароскопической хирургии вот таким образом мы убираем все узлы гораздо лучше, чем при лапаротомии. Мы можем его использовать. Вы уже видели такую хирургию при помощи вот посмотрите, каким образом вы раздвигаете ткани для того, чтобы убрать параметры с двух сторон. Вот это трансвагинальная диссекция и делаете транссекцию параметрия для того, чтобы затем легировать нижнюю часть артерии, маточной артерии. Вот что мы сегодня знаем о фертельности и об исходах подобного введения пациенток. Мы знаем, что рецидивы у нас приблизительно 5%, это вполне допустимое количество, но, пожалуйста, не забывайте, что это также допустимая ситуация для пациенток. Мы прежде всего говорим об обухолях меньше 2 см с отсутствием положительных лимфоузлов. Безусловно, прогноз для этих пациенток относится к 3 разным факторам. Первый это локализация обухоли. Когда вы используете трансвагинальный доступ, вы не должны использовать этот доступ для опухолей больше, чем 2 см. Даниэль Даржан очень четко об этом говорила, об этом ограничении с точки зрения диаметра. Трансвагинальный доступ может быть использован только в том случае, если размер опухоли меньше 2 см. у пациентки. И безусловно, если у нас есть разрастание лимфоваскулярное, то тогда это еще одно ограничение. И это означает, что радикальная трохелоктомия должна была быть проведена без положительных узлов меньше 2 см. Это трансвагинальный доступ. Очень хорошая публикация от Райта. Около 8 лет назад она была сделана, которая показывает, что для пациентов с отсутствием положительных лимфоузлов с размером опухоли меньше 2 см. Нет как правило прорастания в лимфоваскулярное пространство и это будет тогда рецидива меньше 5%. Это означает, что в этой подгруппе пациенток они являются действительно очень хорошими кандидатами для подобной хирургии. Скорее всего, диссекция параметрия можно не проводить, поскольку мы можем таким образом избежать осложнений, связанных с источением параметрии. Следующий момент связан с менее радикальным доступом, который мы можем называть простой трохелоктомией без конизации. Я не люблю конизацию как таковую, как термин, потому что нам нужны свободные границы минимум 8 миллиметров без опухолевой ткани в границах диссекции. Соответственно, это не простая конизация, трохелоктомия, но она простая, трохелоктомия. У этой подгруппы пациентов, где у нас отрицательные лимфоузлы, маленькие опухоли, без прорастания в лимфоваскулярное пространство, мы можем использовать подобный метод. У нас есть разные серии в литературе, которые мы опубликовали предварительные результаты подобной терапии. Итальянскую группу тоже опубликовала, группа Фаготти, 2011 год. У меня нет, к сожалению, времени рассказывать вам об этих сериях пациенток, но вы можете очень легко найти это в литературных источниках, публикациях в интернете. И вы видите немецкое исследование, которое, это было рандомизированное исследование группа простой трахиолоктомии, радикальной трахиолоктомии среди пациенток, которые были отобраны специально для сохранения репродукции, для хирургии с сохранением репродуктивной функции. И в результате, какие у нас здесь результаты? Мы ожидаем это исследование, и сегодня радикальная трахиолоктомия остается стандартным подходом, не простая трахиолоктомия у пациенток с размером опухоли меньше, чем 2 см. Потому что даже с медицинской точки зрения существует проблема, если у пациентки есть рецидив из-за менее радикального доступа с очень ограниченной диссекцией. опухоли вот именно поэтому, когда у нас большая опухоль или опухоль большего размера, у нас нет возможности для такого простого небольшого доступа. Абдоминальная радикальная трахиолоктомия должна быть проведена или неодевантная химиотерапия, организация для пациенток с отрицательными даже узлами, но большим объемом опухоли. Вот разные серии пациентов, которые были опубликованы с использованием первоначальной конизации или химиотерапии для последующей радикальной трахиолоктомии или простой конизации. Некоторые пациентки с очень маленькими опухолями меньше двух сантиметров или были также пациентки в группе между двумя и четырьмя сантиметрами и большинство из них, тем не менее, были также пациенты с первой стадии 1b. Это означает, что размер опухоли был больше двух сантиметров. Что мы здесь можем сказать? Мы можем сказать, что у нас ниже уровень рекуррентности, но тем не менее, у нас нет четких данных, которые позволяют нам сказать, что подобное лечение с точки зрения онкологических исходов лучше. если они хотят сохранить репродуктивную функцию. Это означает, что в моей клинике Гюставо-Зи во Франции мы предлагаем это лечение в том случае, если у нас у пациенток опухоли 24 сантиметра, но мы не предлагаем его для пациенток с 1b2 или более крупными опухолями. Как минимум, три слайда это будет последняя серия моих слайдов, это будет о случае эндометриального как бы эндометриоза или рак эндометрия. Давайте посмотрим. Мы сегодня абсолютно 6 месяцев назад у нас было три международных это ЭСГУ, ЭСМО, Европейское общество медицинских онкологов и ЭСКУ, это лучевые онкологи. Эти три общества пришли к консенсусу. И было три разных эксперта, так скажем, три разных группы экспертов на этой конференции, которая состояла 6 месяцев назад. И это была как раз конференция о сохранении структур матки. В результате мы получили публикацию, вы увидите эти руководства, очень скоро опубликованные в литературных источниках. Я бы хотел вам показать несколько слайдов, которые это как раз слайды из рекомендаций по сохранению фертильности у женщин. и первое, что я хочу сказать, и я думаю, что это на самом деле послание всем людям, которые будут обсуждать это. Вы должны отправлять этих молодых женщин в специальные референсные центры, потому что это не только сложность хирургии, это очень зачастую сложная хирургия, вот это радикальная трохилоктомия, но это также сложность четкого гистологического анализа, которая действительно может им помочь. Это действительно позволяет стадировать правильно, понять стадию опухоли и понять тип опухоли с тем, чтобы очень четко определить возможность хирургии с сохранением репродуктивной функции, означая, что морфологический анализ является ключевым. Именно поэтому мы должны сказать, что мы должны отправлять этих пациенток в референс центры. Второй момент. Вам нужно делать биопсию и куритаж, и куритаж, в общем-то, дает нам очень четкое понимание типа и стадии опухоли. Если у вас небольшое образование, зачастую оно недостаточно для того, чтобы определить стадию опухоли. Затем МРТ тазовой области нужно делать, потому что вам нужно определить инвазию в миометрии для того, чтобы определить стратегию лечения с сохранением репродуктивной функции. Также вы должны отбирать пациенток с отсутствием прорастания за пределы тазовой области. Хистероктомия отличается в общем-то от цервикального рака и с точки зрения эндометрии количество рецидивов будет гораздо выше. Это означает, что когда вы используете вот это медицинское лечение сохранения репродуктивной функции, мы просто ждем, когда пациентка забеременеет. То есть безусловно, мы не оставляем ей матку навсегда, только чтобы она забеременела и от дела. И самое лучшее это мелоксопрогестерон ацетат. Дозировку вы видите здесь. Как минимум 6 месяцев лечения необходимо и затем вы повторяете куритаж. Не лечите дольше, чем 6 месяцев. Если пациентка не отвечает на эту терапию, вы должны предложить ей гистероктомию тогда. в случае полного ответа вы должны ее вызвать беременность как можно быстрее, то есть помочь забеременеть как можно быстрее, потому что мы знаем, что в 30% случаев опухоль вернется. Нажно очень быстро пациентке позволить забеременности не ждать 5 лет, на самом деле, пока она там забеременеет, решится. поддерживающая терапия должна быть рассмотрена и после гистероктомии, после того, как она родила гистероктомию, это стандарт терапии, стандарт лечения. В этой конкретной группе пациентов, где мы предлагаем гистероктомию, вы убираете обе трубы и можете сохранить яичники. пациенток нужно повторно оценить клинически на УЗИ, на МРТ и сделать цитологию каждые 6 месяцев. Как минимум, для всех этих типов опухолей вы можете увидеть, что это достаточно комплексное лечение, потому что это зачастую не только полностью хирургическая процедура, как радикальная трахеолоктомия, но вы также должны очень четко стадировать при помощи хирургической хирургической стадирования провести, то, что касается узлов и более того, вам нужна очень четкая информация для всех пациенток, для того, чтобы избежать гистологической оценки, нужна первоначальная опухоль, нам нужно четко отобрать хороших кандидатов от плохих кандидатов для подобного лечения, спасибо за внимание, до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...